здравствуйте значит сегодня мы с вами поговорим о том как просто просто уложить плитку на стены но мы немножко опоздали будем говорить почему потому что я уже он на данном этапе плитку на стены положил сейчас теория потом посмотрим как на месте все было ну значит в первой части значит как укладывал я плитку на пол я в принципе показал весь инструмент которым я пользовался вот в принципе практически тот же самый тот же самый единственное что различие может быть то что вот шпатель шпатель который использовал при укладке плитки на стену вот такого вида ну вот и в первой части я кажется забыл значит что было кто из нас не укладывал никогда вот это значит шпатель зубчатый для укладки плитки на пол он получается у него зуб высота получается сантиметр сантиметр ну и здесь ширина тоже сантиметр видите вот такого вида вот это уже на стену на стену лишь мы получается 5 миллиметров вот видите вот различие в чем заключается проще всего брать вот такого вида такую плитку что он полностью захватываем лишь получается он получается он 30 сантиметров ширина но перед тем как укладывать плитку на стену конечно же надо значит посмотреть стену посмотреть стену если она допустим стена новая совсем и допустим по штукатуре на по маякам или где с картона что уложено это очень просто если допустим стена уже старенькая такая на нем что-то лежала носит или укладывалась или покрасил середа была под покрашкой то надо делать насечки значит ну чем больше тем лучше насечки ну и за счет на одну плитку чтобы насечки было 15-20 вот таким образом насечки можно делать зубилом молотком но это значит тоже другой вопрос кому интересно можете спросить можем это значит пояснить ну значит перед тем как укладывать плитку значит необходимо необходимо значит определиться если допустим и плитку ложим от пола или значит значит отступаем от пола это разные вещи если допустим я вложу плитку от пола то я беру значит вот это к примеру допустим вот это у нас линия пола будет я беру значит проверяю значит по уровню или по лазерному или по обычному по водяному уровню как уложен пол после отступаем вот величину плитки видите посмотрели вот величину плитку отступили берем карандаш и делаем метку сделали медочку значит вот это у нас будет уже носит второй ряд плитки после этого после этого вот мы определили 2 и от здесь есть то он берем� pouvez уровню по уровню значит отбиваем луч лазерный вызов это тоже хорошо либо взяли допустим Метка вот одна получилась, а метка, значит, вот вторая метка. Вторая метка. Значит, отметили карандашом. После этого устанавливаем, значит, или, значит, ровную рейку, или я вот в частности, значит, всегда использую провил. Ну, у меня провил их много. Ну, можно и любую досточку погрузить. Значит, установили провил, берём, значит, саморезы, берём саморезы, вот. Берём вот эти саморезы. это это предполагаем что эта стена конечно же берем саморезы вот устанавливал что так вот берем закручиваем саморезы с одной стороны желательно ближе к краю вот закрутили один саморез и второй саморез закрутили закрутили значит после как закрутили нас еще раз проверяем значит тут по уровню стоит по уровню или не по уровню если допустим где-то где-то мы ошиблись не по уровню стоит что мы делаем даже нам выравнив берешь значит что мы делаем значит вот непосредственно такие вот клинышки маленькие вот эти клинышки сделали и под саморез подкладываем вот подложили выровняли вот 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 уже встала хорошо видите встала хорошо ну значит любая рейка любая рейка которую мы установили на стен на стене значит она просто так вот на саморезах стоять не будет держаться не будет но можно может упасть в процессе работы это очень плохо что мы делаем отберем обычную видите дощечка вагон очка осталось оберена чего значит ну и так как есть расстояние 30 сантиметров небольшое небольшой нас так она допустим ходит можно под наклоном или взять допустим так каким-то образом поставить поставить таким образом чтобы чтобы край ну да здесь если даже она будет выходить еще после этого берем это под 1 2 подложили любую палочку выровняли речку да и берем обычный саморез обычный саморез и что подтягиваем видите она получается подпружиненная подпружинена и вот это уже или вагон к вы вене вере или живот непосредственно провела или до сечка она уже стоит очень крепко встала хорошо после этого мы значит определяемся значит значит как начинать ложительность значит плитки с полплитки часть плитки но там уже на стенах более предметно я вам покажу значит взяли берете значит уже шпатель раствор намазали убрали убрали особенность такая особенность вот такая мелочь которую надо значит в процессе работы помнить вот берете значит тут сразу начинаете к доложите допустим определили что плитку от с этой стороны и знаете вот одну плитку положили положили значит это только чуть-чуть приклеили немножко приколи после этого значит ничего не стучим не выравнивает ничего если нужно необходимо сразу же сразу же что брать брать или нате 2 ключ или вторую брать плитку именно начинать надо всегда с двух плиток не с одной из двух и завершать ту же одной плиткой никогда не начинать вот просто укладывать и вторую плитку вторую плитку поставили поставили и где наши крестики вот они наши крестики а вот они наши крестики но я говорил что значит особенно на стенах берете крестики немножко так в клеях макнули вот так раз установили вот так вот ставите видео так вот расовых поставили вот так вот крестик становится вот раз поставили вот два вот и после этого после этого выравниваем уровнем при этом при этом вот уровень уровень нужен только для того чтобы установить первую рейку вот установили все после этого уровень в руки не беру вот поехали одну на себе плитку значит соответственно потом идет уже у нас у нас уйдет уже допустим третья плитка таким же образом конечно на это самое немножко не так наглядно вот так вот установили третью плитку третий плитка при этом значит работаем вот молоточек вот видите есть черный молоток у белый белый он более мягкий и ну этот вроде предпочтительно хотя и это тоже хороший значит при этом значит вот уложили значит значит немножко приступать сильно много не надо и как говорится вот так от руки поломаете просто легонечко вот значит отвеса молотка выровняли все хорошо все хорошо но бывает что допустим да и забыл сказать что плитку если допустим взять и допустим вот любые две плитки да посмотреть хотя принципе это не того одного вида допустим посмотреть на не очень часто значит немножко гуляет немножко гуляет вот если посмотреть ровненько ровненько вот виде поставили сюда ну вот в принципе вот здесь видите какая-то часть миллиметра допустим полмиллиметра это точно вот на виде вот полмиллиметра гулять я просто две плитки взял вот они гуляют я никогда их не выравнивают никогда не уравнивают какая попала какая попала это поставили поставили значит вот вот мы уложили допустим допустим первый ряд мы уложили первый ряд мы уложили к примеру я так возьму первый ряд уложили вот начинаем укладывать второй ряд и каким-то образом получается что видите вы немножко допустим в шов не в них не ну не попадаем чуть-чуть в шов вот получается так что допустим политка вот ну вот допустим заходит она вот так вот сюда чуть-чуть вот сюда чуть-чуть ну много как-то получается шов толстоватый так вот если взять вот этот крестик взять вот этот крестик вот он два с половиной миллиметра то значит хитрости у крестика заключается следующем что вот так вот положили да вот так вот поставили вот вот это два с половиной миллиметра немножко можно убавить вот берете вот так вот так вот вставляете видите опа вот это вставлять его так чуть-чуть да вот опа вот он вот она уже где-то там полмиллиметра вот она уходит точно становится уже немножко а можно его расширить чуть-чуть то есть берете вот так допустим вот если вот так вот вот два с половиной миллиметра если его поставить диагонали немножко вот вот так вот так вот вот он расширится вот он расширится и при этом при этом самое важное когда укладываете вот эти крестики ставите да если посмотреть плитку да если посмотреть приход край плитки посмотреть она получается видите срез и и получается не ровно вот под 90 градусов он получается немножко под наклоном вот и когда вот плитку мы выкладываем плитку кладом обязательно крестик нужно что значит как говорится устанавливаем его до самого упора вот до самого конца установили вот если будете постоянно так все делать тогда будет все значит замечательно все будет хорошо ну и здесь остановимся две минуты потому что там уже в комнате не будем этим делом заниматься установимся бывает плитку начну установили все хорошо все здесь делаем какую-то значит да еще по подгонке я говорю что вот используют вот такие диски на болгарочку значит очень хорошо подгоняем нас и бывает что так где-то мы маленько как говорится ошиблись и чуть-чуть нам нужно убрать допустим какую-то часть миллиметра убрать плитки уберем просто обычный вот такой наждачный камень берем не быстро но можно получается неплохо таким образом работаем таким работой ну и значит соответственно значит при при допустим навешивание какого-то значит там что-то там вешалки вот крючка и так далее и так далее вот желательно использовать вот такие вещи вот такие сверла есть перьевые вот они ведь ведь побольше есть поменьше очень хорошо сейчас продемонстрирую продемонстрирую если кто же у кого есть желание значит более точный размер значит очень точно повесить допустим очень-очень хотите точно повесить да очень конечно накернить плитка накернивается тоже очень просто берется допустим можно даже эта штука можно носить кернушек и вот так легкими движениями так вот постучали вот видите вот мы стучим вот вот она отметочка вот уже точно будет точно будет значит и засверливаем это просто очень делается берется его вот она отверстие засверлилась видите да засверлилась после этого берем значит если там бетонная стенка конечно же этим не пойдет уже лучше взять перфоратор уже после после перфоратором пробить отверстие значит и так далее и тому подобное ну все здесь понятно пожалуй сейчас пройдем в помещение как говорится этот просто рассказ сейчас покажем тренироваться придется вам на месте самим ну пойдемте ну сегодня сóleіт мы бежим на счету лишь будет кухне ici решили значит уложить вот 5 рядов 1 2 3 вот 5 рядов но есть вот особенность такая особенность такая видео есть особенности кад 충 αν all다 dot know на попасть проще всего значит тут мы года буду да вот тоже установили речь вот сюда значит я проверю установила здесь ничего где то видно вот видите вот от мет� очки вот я значит водитель устанавливалody меточка крепления рейки значит идет и здесь уже поехали значит мы берем от окна и поехали в эту сторону есть не ошибешься никогда здесь вот решили здесь остановиться на плитке остановили все все хорошо здесь вот особенность вот здесь ведь вот одно значит у второй значит уже непосредственно значит розеточки такие как мы здесь обыграли но вот видите между плитками получался взяли здесь есть болгарочка вырезали установили но есть вот видно еще правило здесь это вот это значит подорудить не стоял в этом месте мы его просто передвинули сюда и поставили сюда ну и здесь тоже лишь подразделение он попал значит не то вот сюда я его тоже передвину проще всего проще всего значит сделать что так что получился между двух плиток почему-то как говорится более цину Ну, получается, где-то одну треть, до половины мы ее распилили. Это ничего страшного, все нормально. Ну, и с этой стороны, с этой стороны. Здесь, в принципе, та же самая система. Вот под подоконник мы тоже болгарочкой выпилили. Начинали, значит, отсюда. Поставили сюда, а здесь попали в полплитки. Это нормально, это хорошо. И особенность такая, что вот здесь вот в полплитки попали, и эту стену уже ведем отсюда сюда. Но, чтобы более-менее попасть в более-менее нормально, ну, здесь уже мы уже посчитали. Посчитали, каким образом она встанет, все. Просчитали, все нормально. И что же вот? Здесь вот резеточку точно такая же система. Вот здесь выпилили, поставили. Достаточно нормально получилось. Но это очень просто. Это очень просто сложнее, допустим, когда мы ведем, значит, уже круговую плиточку. Вот это же сложнее. Вот сейчас мы подойдем и посмотрим, значит, как мы сделали в ванном круговую плиточку. ну вот мы заходим на все здесь уже ванную комнату есть в принципе тоже все уже значит установили но тем не менее что мы делали сначала на все что начинали мы со второго ряда то есть установили вот речку сюда но перед тем как установить речку взяли лазерную минуя брал лазерный уровень простреляли все стенки сделали отметочки вот все отметочки мы сделали где будет рейка для чего делать чтобы попастьlama клетка фрику как это попадается часть вам так и здесь есть я честно скажу я ничего не считал ничего не выбирал как она шла так уж то можно нам взяли допустим первый ряд но я ее Ashland здесь ну конечно надо посмотреть почему про шла допустим стен зная лепнаев правого уронен значит соответственно здесь в целую плитку уже не зря нужно тогдаもし его осилига пусти посмотреть если допустим на западает в ту сторону в ту сторону то нужно соответственно насколько западает только плиточки отрезать ну вот цельные плитки пошли значит пошли сюда за чуток и вот ну вот она остановился вот она остановилась в виде популики где-то соответственно эту плит этот ряд уже отсюда поехали сюда поехали и в эту плитку упираемся так проще проще угадать почему потому что ну как говорится если отсюда начинаем отсюда начинаем если допустим наваленная стена заваленная то есть будет большую шов пошиву ну вот здесь тоже под подоконник очень просто есть тоже вырезали болгарочки здесь уже здесь поехали значит плитку уже значит можем отсюда в эту сторону в эту сторону положили ну и здесь значит этот ряд отсюда туда но есть вот особенность такая особенность такая если посмотреть если посмотреть вот у меня говорю попадать клип когда-то при соединяем и Но здесь, в принципе, ряд нормально попали, здесь все хорошо, все удачно. Если необходимо, значит, до потолка можно было и до потолка вести. Здесь вот особенность такая. Здесь можно, допустим, обычно как можно делать? Если, допустим, вот этот ряд найдешься сюда, значит, положить. Чтобы вот этот ряд попасть в плитку, плитка в плитку, то необходимо, допустим, продолжаем ряд сюда и здесь уже спускаемся вниз. но это долго-долго здесь я здесь не стал так делать я просто точно так довел сюда вот видите вот здесь вот эта плиточка она немножко поуже немножко поуже можно было конечно две плитки сделать чтобы меньше в глаза бросалось но это не столь важно ну и розетки здесь очень просто значит тут тоже видите на стыке двух плиток здесь и то же самое здесь вот такие вещи но здесь все по мелочам можно сказать что какие здесь особенности ну здесь в принципе особенности таких нету это очень просто делается ну затирайте точно как я и говорил затирать тоже взяли допустим вот три ряда три ряда взяли вот затем затем после промыли сразу чтобы было было все хорошо все значит здесь я считаю я считаю что вот и говорил уже может повторюсь что вот из всех работ по отделке квартиры вот плиточные работы плитку укладывать ну само просто само просто если значит кто не решается я скажу что беритесь делайте ничего сложного нету потихоньку не спеша все у вас получится вот здесь тоже установили вот видите сушитель вот я говорю что показано 2 отверстия просверлили раз запретили все очень просто очень все и здесь эксперимент такой провели здесь это обычная затирала белую затирку брал у нас оставалась такая темная затирка ну как говорится не выбрасывали вот взяли и использовали темную я думаю что неплохо получился обычно я скажу что постоянно белый затирал темное тоже нормально смотрится но я думаю что каждый кто захочет значит уложить плитку вот эти маленькие мелочи которые я рассказал вам помогут берите делайте и у вас все замечательно получится до свидания до новых встреч